Продолжаем нашу пресс-конференцию. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба Аланья Бронюр Петрович. С победой! Спасибо. Пожалуйста, краткий комментарий по итогам игры. Не буду много говорить. Сегодня команда, то есть ребята, все показали то, на что мы готовим, к чему мы стремимся. Победа пришла исходя из характера, из концентрации на протяжении 90 минут. Поэтому и такой высокий, я имею в виду, результат. Конечно, в первом тайме была немножко нервозность, но из-за того, что они забили в начале игры, то есть в первом тайме могли забить и больше, больше голов. Но мы им сказали перерыву, что игра длится 90 минут, поэтому забьете первый гол и все, приведете игру к концу. На ваш взгляд, все же с чем связано, несмотря на рост их моментов, то, что не удалось в первом тайме открыть счет? Я думаю, это просто кризис результата наших последних пару игр, потому что это очень давит на нашу команду. Я не говорю, что у нас кризис в игре, я просто говорю результатский кризис. Поэтому вы видите, что мы в каждой игре создаем достаточно моментов, но реализация нас подводит. Сегодня в первом тайме подвела, но в втором тайме у нас все было в порядке. Спасибо ребятам за самодачу, за характер. У нас еще пять финалов, я думаю, надо всех выиграть, чтобы мы оказались на том месте, на котором мы желаем. Сегодня после длительного восстановления в заявку вернулся Саид Эльдарушев. Когда можно его на поле отожидать? Саид уже тренируется с командой две недели. У него такая была травма немножко, немножко, как сказать, воспалительного ахилла и воспаление, и оно долго лечится. Поэтому он пропустил все сборы, сейчас набирает форму, и я надеюсь, в ближайшее время он будет играть. Самое главное, что его ахилл больше не будет упокоить, поэтому, слава Богу, Саид Эльдарушев будет в обоими. Спасибо еще раз победе. Спасибо вам. Начинаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба ТОМ Сергей Николаевич Жуков. Сергей Николаевич, краткий комментарий. Ну, в целом, как бы, уступили команду соперников. Если в первом тайме, я считаю, была равная игра, может быть, с небольшим преимуществом футбольного клуба «Алани». Хотя, так сказать, мы имели хорошие подходы, хорошие моменты, выход один в один, где можно было, так сказать, реализовать. И, возможно, так сказать, сценарий пошел бы по другому плану. Но этого не случилось. Немножко в первом тайме нападающие не дорабатывали. Слишком давали свободно перемещаться центральным защитникам, давали возможность развивать атаки. Плюс те мячи, которые, так сказать, передавались из зоны развития среднего блока вперед, они как бы не цеплялись. Тем давали возможности нашим защитникам больше работы. Поэтому во втором тайме, как бы, уже где-то немножко стали терять концентрацию, где-то стали допускать такие ошибки, которые привели к тем ненужным голам. Хотя, как бы, считаю, что «Алани» квалифицированный коллектив, в которых, так сказать, другие задачи, чем у нас. Ну, ничего страшного, как бы, двигаемся дальше, двигаемся дальше, сделаем, так сказать, анализ, проведем анализ и будем готовиться уже к оставшимся матчам. Поэтому комментарий такой. На ваш взгляд, в первом тайме, как вы говорите, у вас тоже были какие-то моменты. Можно сказать, что игра была до гола? Ну, даже если команда пропускает гол, она не должна так разваливаться в плане тех действиях. Она должна быть более слаженной, более организованной, более целостной. Чего мы, как бы, этого не сделали. Хотя, как бы, ребята все старались, так сказать, проявляли свое умение на футбольном поле. Ну, все-таки, класс футболистов «Алани» сказался повыше. Хотя, как бы, мы им ничем и не уступили. Только вот из-за тех ошибок мы пострадали. А так, проводили хорошие атаки. Было приятно смотреть на те взаимодействия, которые проводила моя команда. Поэтому двигаемся дальше. Спасибо большое.